В Коране же сказано, что нельзя выходить против правителя, обладателей среди вас, власти. Что на это скажешь? Полностью поддерживаю это. Если у тебя есть правитель, то не выходи против него. Часто ингуши пишут, что ты как-то предвзят к ингушам, раскрой этот момент, люди негодуют, народ держится за вилы. Я, в принципе, его сейчас отчасти и раскрыл. Продолжение следует... Когда вопрос касается против ингушей, Тумсо и все антагонисты за булгром становятся кадыровцами. Вывод. Все они с одного поля ягоды, кроме Хасана Ахалитова и нечего с этим спорить. Ну, это же неправда. Опять-таки, ложное утверждение. Смотрите, вы должны понимать, что если кто-то, допустим, высказывает, не становится на вашу сторону, на вашу, ну, на ту сторону, которую вы считаете вашей. Вот так даже скажем. Потому что мы-то и не считаем ее вашей стороной. Вы считаете ее своей стороной, и кто-то не становится на эту сторону, но и на противоположную не становится. Вы воспринимаете это, как будто бы человек стал на противоположную сторону. В этом и ваша ошибка. Вы должны понять, что ваши враги – это те, кто стоят на той стороне. Те, кто поддерживают ту сторону, вот они ваши враги. Вот про них вы могли бы сказать то, что ты сейчас написал. Но когда человек говорит «и те, и эти», ни с теми, ни с этими не будем. Всех их в топку. Когда вот так человек говорит, он, может быть, говорит не то, что тебе хочется. Может быть, ты хотел бы, чтобы он тоже поддержал ту сторону, которую ты считаешь своей. Но у этого человека другое мнение. Ты должен хотя бы его не воспринимать, как своего врага. Просто восприми его, как человека, который не разделяет, может быть, с тобой твою точку зрения полностью. Но и против тебя ничего не имеет. Он, по крайней мере, не становится на сторону твоего неприятеля. И не говорит «давай, стреляй, мочи». Понимаешь? В этом вам, мне кажется, ваша такая фатальная ошибка. Я в связи с этими событиями, произошедшими в Wildberries, многие видео, которые были там сняты два года назад, ты ведь уже забываешь про них. А сейчас, когда эта тема снова актуализировалась, ты смотришь видео, записываешь и тебе какие-то свои старые видео подбрасывают YouTube. И я просмотрел, наткнулся сегодня на свой же ролик, где я там комментирую приезд каких-то ингушских муритов в Чечню. Они там пообнимались с Кадыровым, уехали, их за это там захейтили. Потом они извинились перед своими воднотейповцами. Потом Кадыров обрушился критикой. Потом этот же человек извинился перед Кадыровым. В общем, смешная такая история. И я смотрю и обрадовался, на самом деле, последовательной позиции. Я там говорю ровно то же самое, что говорю сейчас. Ни те, ни эти. Что те, такие же заблудшие братья Кадырова. Что эти предатели и враги. Не надо становиться ни на чу из сторон. Ни в этом вопросе, ни в Wildberries, ни в вопросах земельных их так на Викта. Ни в каких. И какой бы там исход в этой ситуации не был, кто бы кого-то не победил, не создал проблемы. Любой исход для нас хорошая новость. Вот такое должно быть отношение. Научитесь к этому относиться попроще. Да, я понимаю, что у вас может быть другое там видение. Вы это как-то по-своему интерпретируете. Может быть, вы не так строги в отношении своих кадыровцев. И это на самом деле ваша проблема. Вы должны прийти к тому, что кадыровец чеченский и кадыровец ингушский, кадыровец в кавычках я говорю, и кадыровец дагестанский. Это один кадыровец везде. Не важно, что он здесь служит Кадырову, здесь Меликову, здесь служит Калематову. Это вот тот же самый кадыровец, тот же самый российский чиновник. Просто нужно к ним ко всем относиться одинаково. Не причастность к тем, что к этим. Часто ингуши пишут, что ты как-то предвзят к ингушам. Раскрой этот момент, люди негодуют, народ держится за вилы. Я, в принципе, его сейчас отчасти и раскрыл. Это все, конечно же, необоснованно. Нельзя конкретно показать какие-то примеры этой предвзятости. Потому что Том Сон никогда не становился на сторону врагов. Что их врагов, что наших врагов. То есть у нас враг-то один. Просто там не всегда воспринимается наш враг за своего, за их врага. Понимаете? Там отношение к своим же кадыровцам, кавычкам, оно бывает не такое, как у нас кадыровцам. И поэтому у нас происходят вот эти вот недопонимания. Потому что там иногда, не иногда, а зачастую, полностью становятся на сторону этих своих кадыровцев. Не видят в них таких же предателей, каких мы видим в Кадырове и его приспешников. И вот здесь у нас происходит такая проблема. Но даже если, окей, если мы берем это как заданность, может быть там не дошли еще до этого, может быть там какие-то этапы надо пройти, окей. Но они должны понимать, что если мы не становимся на сторону этих кадыровцев, не поддерживаем их, это уже нормально. Мы уже как минимум не враги. И, может быть, не до конца наша позиция им нравится. Хотелось бы, чтобы мы его тоже поддержали, ингушских кадыровцев. Но нет, мы этого, конечно, делать не будем. Наши братья из Ингушетии должны это воспринять как, ну, как минимум. Они не против нас. Это уже хорошо. Так, Рамзан единственный правитель в истории Чечни, который смог искоренить терроризм, отстроить Чечню, дать молодежи возможность развиваться не только в мордобое и бандитизме, а заниматься наукой и прочим. Но, видишь, ты начал сразу с ложного утверждения, единственный правитель в этой истории. Но Рамзан не является правителем, он всего лишь губернатор, он назначенец Кремля. Правитель – это самостоятельный человек, самостоятельная фигура. А это правитель Путин. Давай уже тогда так. Потому что вот кто реально правит. И он назначает. Его никто не назначает. А он назначает Кадырова. Значит, все-таки правитель не Кадыров, а правитель Путин. А вот далее то, что ты пишешь, победил терроризм. Но как он его победил, если у нас люди пропадают без вести, людей пытают, избивают, фабрикуют уголовные дела, отправляют воевать? Если все это происходит, как он его искоренил? Просто терроризм превратился в властные структуры российской оккупационной власти. Ну и последнее, что не только в мордобое теперь развиваются, а занимаются наукой и прочим. Ну это какие примеры у нас там есть научной деятельности при Рамзане Кадырове? По-моему, наоборот. По-моему, он за все вот эти 25 лет, что мы его знаем, он привел республику к тому, что все пытаются стать спортсменами ММА и бить морды на ринге. А чемпионами, там, какими-нибудь UFC становиться, цель у молодежи. А какие-то научные вещи, они вообще никому не интересны. Вузы коррумпированы, никакого реального образования в наших вузах нет. Это просто такой механизм получения диплома за деньги. То есть все сделано так, чтобы ты в течение нескольких лет платил исправно, а потом просто получил корочку на знание, ты реальные там не получаешь. Поэтому, по-моему, все, что ты написал, это прямо вот все мимо. В Коране же сказано, что нельзя выходить против правителя, обладателей среди вас, власти. Что на это скажешь? Полностью поддерживаю это. Если у тебя есть правитель, то не выходи против него. Подчиняйся ему, как и велит тебе Коран. Я надеюсь, это же не ко мне претензия, потому что у меня нет, у чеченцев нет правителя. Поэтому к нам это не относится. Так, твой дед не смог оценить кусок хлеба, данный казахами, ему в тяжелое время. И ты не смог ценить мирное небо в Чечне. Поэтому весь твой неблагодарный род карает вечными скитаниями по миру без страны и флагов, хотел, видимо, сказать. Спасибо тебе, как тебе, нечитаемый у тебя ник. Я тебе так сажу, и я, и мой дед. Мы, когда к нам кто-то делает, делал или делает добро, мы это ценим и всегда отвечаем добром. Если где-то мой дед кому-то не ответил, значит, ну не было, наверное, добра от конкретных людей в его сторону. Ну и в моем случае то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok